Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня хочу вас познакомить с уникальным растением поистине. Называется оно маринга. Родом оно из Индии, но сейчас его во многих странах, где по климату подходят, во многих странах Африки, Юго-Восточной Азии, начинают высаживать, делать из этого растения леса, плантации, по многим причинам. Сразу возьму, что называется, быка за рога, то есть к самой сути, а потом разовью эту тему чуть подробнее. Итак, в чем заключается главное уникальное свойство данного растения, что является, можно сказать, сенсацией в этой связи, и о другом обо всем после этого, в принципе, говорить даже и не стоит. Однако я потом тоже разовью интересные аспекты, там есть и другие. Вот что самое главное. Растения маринга, определенные экстракты, вещества, находящиеся в листах этого растения, запускают процесс аутофагии, апоптозы, то есть самоочищения на клеточном уровне. То есть такой процесс можно запустить только голоданием, то есть там интервальным голоданием и длительным особенно голоданием. Ну, про это у меня тоже лекция есть, кстати, посмотрите, про интервальное голодание, лечебное очищение голодания. И вот этот процесс аутофагии, за доказательство которого недавно была одним японским ученым получена Нобелевская премия. Так вот, каждый человек должен знать, что такое аутофагия, потому что, зная эту методику, что это такое, человек может, используя ее, прожить гораздо дольше и здоровее. Не у всех людей хватает терпения, силы воли, духа и так далее на голодание, на, так скажем, правильное питание. Конечно, это не значит, что вот если вы будете есть марингу, то прям все будет у вас, что бы вы ни ели, как бы вы ни жили, идти по маслу. Конечно, нет. Но, ведя более-менее здоровый образ жизни, ну, например, там не хватает силы, воли переходить на интервальное голодание 4, 20, либо 6, 18, предположим, ну, хотя бы не есть на ночь, не есть сладкое и так далее, и тут вы будете принимать вот этот порошок с экстрактом аринги, то тогда, безусловно, у вас будет идти процесс аутофагии так же, как у человека, который идеально соблюдает процессы голодания, правильные, да, и запускает эти резервные возможности организма на самоочищение как раз, а как они запускаются? А за счет как раз аутофагии, за счет самопереваривания клеткой органелл плохих отмерших себя, самопереваривания всей клетки и, соответственно, образования новых без ошибок, ну, и так далее, и так далее. Итак, изучите, дорогие друзья, вот эту мою лекцию про аутофагию. Что теперь в этой связи я хочу сказать? Значит, сейчас дальше я вам расскажу много интересного об этом растении, но, безусловно, сначала ведь есть такие нетерпеливые люди, кто дождутся главного, им не хочется слушать все, ну, а где купить? И вот я, естественно, говорю, давно уже мы начали продавать из Индии, мы отобрали лучшего поставщика, очень качественные плантации, органические, порошок маринги, причем есть четыре продукта. Вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, по ссылочке внизу, будет, соответственно, доступ на четыре эти продукта. Я о масле из семян маринги тоже скажу. У нас есть семена, причем очищенные семена, которые уже можно как ядрышки потреблять, есть неочищенные, которые можно проращивать и выращивать зелень маринги, то есть само растение, делая из него салаты там и так далее. Третий вариант – это порошок из листьев маринги, непосредственный экстракт, который нужно, разводя в воде, выпивать, ну, либо добавляя салаты, по-разному, написано там как. Ну, и четвертый вариант – это, соответственно, масло маринги. Я только сейчас поясню еще, что делает, по сути, аутофагия. Это такой процесс, когда сам организм начинает уничтожать мутированные, гликированные, поврежденные, окисленные белки. Ну, и тем самым запускается процесс самообновления. Тот процесс, который идет всегда по определенной программе, который заложен в любом живом организме. Но многие разные моменты, проблемы, процессы мешают, противостоят этому. Это воздействие свободных радикалов, окисленная пища, ну, и многое-многое другое. Второе уникальное свойство маринги, дорогие друзья, внимание, оно не менее значимое. Маринга снижает уровень сахара в крови и снижает, снимает инсулинорезистентность при длительном постоянном применении. То есть, поняли, да, убирает преддиабетозные состояния, легче лечится диабет второго типа, даже при том, что человек там кардинально, скажем, не меняет питание, а лишь корректирует его, да. И в этой связи, вот что я скажу. Недавно проводились исследования в Израиле на маринги масляничной, вот как раз в этом виде маринги. И результатом этих исследований явился факт, что при постоянном применении экстракта из листьев маринги сахар в крови больных с сахарным диабетом падал от 10 до 50 единиц, а у больных артритом и артрозом снимались болезненные симптомы, уходила боль во время обострения болезни. Таким образом было еще доказано то, что маринга обладает противовоспалительными свойствами. Помимо этого, маринга обладает противовирусными и противобактериальными свойствами. Ну и третья глобальная уникальность маринги заключается в том, что в своем составе, например, она содержит до 9% от массы тела, представьте себе, белка. А в составе этих белков есть все, включая все незаменимые аминокислоты. Это уникальное полноценное питание, либо добавка к пище. Более того, это мультивитаминный и мультиминеральный комплекс, по сути. Но правда, количество и разнообразие минералов зависит от того, на каких почвах это растение выросло. Поэтому мы лично определяли и отбирали поставщика именно по фактору богатства, в том числе почв. Вот как это было у нас с куркумой и черным перцем из одной провинции Камбоджи. Посмотрите непременно вот это видео про куркуму. Вот там, например, содержание куркумина, действующего вещества, лечебного, уникального тоже, до 10,5%, чего нет, например, в Индии. Ну, а Индия, напротив, по маринге это, конечно, номер один. Ну, а пока я буду говорить вам дальнейшую информацию, прочтите, во сколько раз тех или иных веществ содержится в маринге больше, чем, ну, скажем, в известных всем продуктах питания. Кстати, это растение еще хорошо помогает при метеоризме, газообразовании, вздутии. Также маринга применяется в онкологии при химиотерапии для снижения, скажем, воздействия угнетательного на иммунную систему. Действующие в маринге вещества защищают от химиотерапии, лучевой терапии, ДНК. В этой связи очень хорошо ее применять совместно с применением грибных препаратов санхваны трометас, когда как раз люди проходят химиотерапию. Маринга улучшает также остроту зрения, улучшает память, повышает работоспособность, дает энергию человеку, заряжает его, естественно, потому что как раз за счет снижения инсулина. Кстати, она способствует улучшению передачи стоком крови в ткани кислорода. Так вот, дорогие товарищи, чем отличается маринга, которую поставляем мы, ну, от многой большинства другой? Ведь листва, она растет быстро, ее много. И в основном из-за бедности технологий в этих странах, в сельском хозяйстве, по крайней мере, она сушится в печах или на солнце. Но это очень плохо. При сушке в печах и на солнце часть питательных веществ, антиоксидантов и так далее, разрушается. Наша же маринга сушится именно по технологиям холодной сушки. И, соответственно, щадящим способом при низких температурах. Такая сушка идет на протяжении 15 часов и при влажности воздуха 7%. И только так и тогда сохраняются все питательные и лечебные вещества данного растения. Как применять главную добавку? Это концентрат порошок из листьев маринги. Информация у нас подробная дана на нашем сайте. Под этим товаром ссылочка будет в описании. Там вы прочтете, как правильно принимать марингу. Ну и более подробно изучите информацию, если вам будет интересно об этом уникальном растении. А вот масло маринги, дорогие товарищи, применяется, конечно, в основном для внешних применений, для кожи. Так вот, масло обладает уникальными свойствами. По силе воздействия, антибактериальным и прочим, оно превосходит многие даже антибиотики. Хотя вы прекрасно понимаете, что антибиотики синтетические, химические, фарминдустрии приносят очень много побочных вредных эффектов. И воздействия на организм убивают почки, по сути, печень. Ну, просто не быстро, но постепенно. А здесь растение обладает теми же свойствами многими, ну, как антибиотики тетрациклинового ряда, скажем. Но при этом никакого угнетающего воздействия вредного на все системы и органы организма не оказывает. Ну и, конечно же, многих людей, особенно женщин, интересует воздействие на кожу. Так вот, посмотрите, какими свойствами обладает масло маринги и как используется в косметологии. Но у вас есть такая возможность использовать его в чистом виде, что называется, в натуральном, а не в виде, не пойми каких, добавок в различные там крыма и шампуни. Кстати, это масло очень стойкое к окислению. Скажем, оно в несколько раз выше, чем масло жажаба. Кстати, есть у нас такой продукт из листьев маринги, как измельченный сухой лист. Верхние вот эти самые молодые листики. Ну, как в элитных чаях, которые там поставляются с Таиланда и так далее. Так вот, эти листья можно добавлять в чаи. Я, конечно, не рекомендую пить вообще чаи, вот эти черные и прочее. Ну, а Иван-чай, конечно же, да, травяные сборы. Так вот, вы можете добавить лист маринги, и большая часть полезных свойств перейдет в воду. На нашем сайте nadgar.ru есть целый раздел, который так и называется, маринга. Там, на самом деле, чуть больше продуктов. Я намеренно о некоторых не говорил. Будет интересно, посмотрите сами. Ну, я еще кое о чем хотел вам сказать. Вот есть такая страна в Африке, Тога. Так вот, там, ну, практически все леса были вырублены. Идет страшная эрозия почв. Правительство приняло решение, оно закупает семена, поощряет фермеров выращивать. Устраивают питомники и высаживают, засаживают сотни, даже тысячи гектар земли этим растением. Оно довольно-таки быстро растет, удерживает почву. Корневая система густая от эрозии. Для такой бедной страны с очень плохим питанием, это подспорье огромное. Высокобелковый продукт. Кстати, многие люди заметили, семьи, что их дети и сами взрослые стали гораздо здоровее, когда они стали потреблять марингу в пищу. Листья прям зеленые. Одна польза. Это отсутствие эрозии почв. Это кислород. Это, безусловно, леса новые, которые были вырублены, а растет она довольно-таки быстро. Это лишение проблемы голода. Но еще раз хочу подчеркнуть вам следующее. Самое важное, говоря о здоровье, на каких почвах растет данное и любое растение. Так вот, в зависимости от того, на каких почвах растет то или иное растение, оно будет содержать в себе или не будет те или иные питательные вещества. То есть, не только те, которые в теории может вобрать в себя и аккумулировать данное растение в своих корневищах, стволе, стеблях, листьях, плодах. Но самое главное, что оно получит с этой почвы. Синтезировать само по себе из воздуха невозможно. По крайней мере, что касается микро-макроэлементов, то либо растение получит, благодаря своей корневой системе, эти вещества, растворенные в воде, в свое тело растения, в лист, соответственно, где идет процесс фотосинтеза, либо не получит. А это зависит от качества почв. Я выпускал такое видео «Лес и почва». Оно объясняет, почему сейчас в наши дни так бедны плоды теми или иными питательными веществами. Кому будет интересно, посмотрите. Ну, а на этом про данное интересное растение, наверное, все. Пусть будет такой эксперимент у меня по поводу выпуска подобных видео по ознакомлению вас, моих зрителей, с теми или иными интересными, уникальными растениями. Если будет интересно, а вы напишите в комментариях обязательно, будет вам это интересно или нет, то я буду знакомить вас и с другими такими растениями. Ну, а на этом все. Ставьте лайк, если данное видео вам понравилось, если вы хотите поддержать развитие моего канала. Подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал, рядом с подписью. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну, и делайте, конечно, репосты. Делитесь моими видео, данным видео, в соцсетях, со знакомыми, друзьями вашими. Ну, а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, всем остальным здравомыслия. Ну, и до новых встреч. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова